Выставка военной техники встречает гостей и участников турнира Детской лиги дзюдо Кубок Симбирска. Более 800 юных спортсменов из России и из Казахстана сразятся на ковре за Кубок разведки. Турнир посвятили военным разведчикам, защитникам Родины. Состязание Детской лиги дзюдо проводится уже пять лет. С каждым годом расширяется география и растет количество участников. Один из этапов Детской лиги в этом году получил название Кубок военной разведки. Участников, гостей и зрителей соревнований поприветствовал заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко. Уважаемые защитники Отечества, дорогие друзья, хотелось бы сказать слова благодарности от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских всем нашим тренерам, всем нашим преподавателям, всем родителям, всем тем, кто организует такие правильные, замечательные спортивные и культурные мероприятия. Организаторами соревнований выступают Ассоциация дзюдоистов Симбирск-Дзюдо, Региональная федерация дзюдо и областное отделение Межрегиональной организации ветеранов войск спецназначения РОСА. Мы на протяжении уже порядка восьми лет сотрудничаем с организацией ветеранов спецназа военной разведки РОСА. И в этом году у нас родилась идея сделать совместное мероприятие, посвященное нашей совместной с ними работе в патриотическом воспитании. Пятиклассник Александр Хомутов занимается дзюдо уже пять лет. Юный спортсмен рассказал, что ему нравится участвовать в соревнованиях и завоевывать медали. В копилке у Саши уже есть награды. Например, за второе место в областных соревнованиях под дзюдо. На Кубке разведки его удивила выставка военной техники. Я сходила на выставку, которая здесь рядом с Волгой спорт-ареном. Мне очень понравилось. Я сфоткался с некоторыми машинами и прочитал про машины. Риналь Хисамов в свои 11 лет завоевал уже более 20 медалей. Мальчик привык трудиться. Тренируется по несколько раз в день без выходных и праздников. Я занимаюсь дзюдо 7 лет. Мне нравится, потому что тут борьба, броски. Мне это все нравится. Тем более на тренировках это хорошо отрабатывается. Мне это очень нравится. Александру Хомутову и Риналью Хисамову доверили возложить корзину дзюдо к памятнику погибшим героям. В одной из весовых категорий первое место завоевал спортсмен из Ульяновска Андрей Долгов. Дзюдоист рассчитывал на призовое место, но не ожидал, что станет чемпионом. У меня самая сложная схватка была вторая. Она длилась 4,5 минуты. Финал был неожиданным. Я думал, что я займу второе место, хотел показать достойную схватку, но в итоге получилось и занял первое. Турнир, посвященный героям-разведчикам и юным спортсменам, которые на примере воинов становятся настоящими людьми, патриотами своей родины, станет ежегодным. Добавил Долгов! Добавил Долгов!